Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я хотела бы предоставить нам свой проект. Это графический комплекс для фестиваля современной музыки. Этот фестиваль действительно существует. Называется «Субботник». Он проходит ежегодно в парке Горького. И проходит он всего один день. Что входит в мой проект? Я сделала дизайн ходового билета, контрольных браслетов. Есть пейджи. Также есть основной плакат, который, собственно говоря, будет висеть в городе. И также я сделала дирекционную карту и программу. Оформление сцен. За основу... Ну, в общем, самый главный стереообразующий элемент – это вот эти вот люди. Это группами-продами. Они будут хедлайнерами на этом фестивале. И они будут являться символом этого фестиваля. Они также будут присутствовать на сувенирной продукции за футбол. Также еще, когда люди будут приходить показывать свой билет, им будут одевать на руку контрольный просвет. И будут выдавать вот такие вот из спинокартона молотки и лопатки. Это тоже стереообразующий элемент. Он присутствует на билетах и программе у вас на столе есть. Логотип, конечно, достаточно был простой, потому что там нарисован медиатор. Это прямое показание того, что фестиваль музыкальный. И достаточно часто используются такие вещи, логотипов на музыкальных фестивалях. Но в России такого я не видела. Поэтому решила использовать. Вся стилистика этого фестиваля, она достаточно легкая, воздушная. Здесь есть облака, воздушные шары и солнышко. Потому что этот фестиваль легкой акустической музыки. Те группы, которые будут выступать, они очень спокойные. Это не рок-фестиваль, это скорее более спокойная музыка. Инги-рок и акустика. А, навигация. Я нарисовала карту Парка Горького. Я нарисовала карту Парка Горького. Здесь есть все пиктограммы, которые указывают на места, допустим, где есть улицинская помощь. Турдмаркет. Велопрокат. Туалет. Банкомат. Сувенирная продукция. Вонтан. Есть парк и пляж. Т.е. когда фестиваль закончится или до того, как он начнется, люди могут также еще заниматься какими-то другими делами. Например, вначале покататься на велосипеде. Т.е. эта карта также рассчитана не только на рекламу фестиваля, но она также показывает, сколько возможностей в парке есть. Потому что этот проект является проектом Парка Горького. Т.е. сам фестиваль Горького. И, в принципе, я решила показать то, что есть все само. Так же есть контрольные просветы и бейджи. Там есть некая система, то, что вот самый главный цвет, который я выбрала для вообще всей полностью фстилистикой фестиваля, это входной билет. Он у всех есть. Билет тоже единый, но на билете будет указано фан-зона либо входной билет. Будет распечатано. И смотря куда человек пойдет, будет два входа. Они указаны здесь на карте. Вот здесь вот первый главный вход – это входной билет. Второй главный вход – это фан-зона. Человек подходит, показывает билет, одевает браслет. Ну, собственно говоря, и все. Это фестиваль субботников, он именно музыкальный, он один какой-то сценарий. Пикнига-фишин. А ну это, скорее всего, другое мероприятие, там все-таки убираются. Нет. Они тоже приходят в куся. Ну да. А это у вас паха? Вот это паха? Что? Ну, все. Вот это. Смотрите, это стилеобразующие элементы. Вот почему я выбрала их, я хочу рассказать. Нет. Это понятно. Субботнику понятно. А вот как они расположены? Этот паха? И что это как бы? Вот, смотри. Ну, значит, паха. Ну, значит, паха. Ну, они и родились просто. А что у вас там, вот, колушки неправильно на грифе расположены? Где? Колушки неправильно на грифе расположены. Да, и есть гриф. У гитары гриф есть или вы не в вкус? А у птиц называется. Смотрите. А-а-а. Я смотрю, да. Ну, вот они, вот. Просто, на самом деле, здесь, в этом планшете, есть небольшая техническая заминка. Вот этого здесь не должно быть. Я не посмотрела файл, случайно его отправила в печать, и у меня получилось полога. Правее этого шкалки, грифовые, они неправильно расположены. А, вот здесь у вас? Ну, это же все-таки стилизованная гитара. В гитаре нету такого грифа. А там что, они... В другом гитаре не надо, там? В другом гитаре? Ну, на самом деле, я светлу для пиктограммов не очень много уделяла времени. Я просто взяла в определенных цветах. Вы взяли цветы с какой-то лунникой? Нет. На самом деле. Просто раскрыли. Да? Ну, чтобы человек просто смог отмечать, если они все будут одного цвета. Там проблема еще, знаете, какая? У вас достаточно условное изображение туалета, мужского, женского, длинного цвета, то это даже достаточно объектно ориентированное. И думаю, что это цветность, по-другому гитаре. Особенно в его браках. Или на? Почему гитаре цветскую полночь, если венебная традиция одного цвета? Ну, почему пляшет лакоман с другого тоже одного цвета? На самом деле, я просто, как уже сказали, раскрасила, но в определенные цвета, чтобы их не было слишком много, но чтобы не повторялись, да? Ну да. Настя, а сами вы что-то изображения думала, да? Конечно. Да, да, да. Разумное, это видно. Поэтому, да. Перейдемся на этот вопрос еще раз. Видите? Вот, вернули от сердца. Я беру пересловый, да. Это вот в эйджи. Красная. 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 Я... Вот, смотрите. Смелый и черный. Да, это у меня черный. Покажите. У меня взял бракированный цвет. Наверное, на билете. Есть. А, в смысле, штрихот черный. Ну, в принципе же, черный цвет используется. Вот в то же время, но в этом она не представила. А, в том числе. Но, если, да, он как дополнительный цвет, да? Сотянутся в рухи. Сотянутся в рухи. Сотянутся в проектов. Злопа шелся в реалитет. Красный. Красный, да? Да? Знаете, что на самом деле, вот эта вот проагонистка может быть использовать. Красное. Всего делать расширение? Ну вот, вы же разрабатывали, что же, не поставили. Ну вообще, у меня распечаталось все не того цвета, который нужно было. По этому и ставятся вот эти вот цифры вот сюда. По этому не ставится то, что распечатывается каждый раз в фонаря, поэтому существует вообще эта традиция, да, ставить? Потом вот эти какие-то здесь, вот эти ниже. Вот это вот все ваши работы, вы тоже говорите, работы записки нет. Мы сейчас обсуждаем. Нету записки. Привет, что касаемо записки? Я считаю, сумка опуска. Я вначале хотела сделать сумку обойску, но мне ее так плохо распечатали, опять же, был синий цвет, что я просто решила ее не брать сюда. А вы обойске понимаете, что это такое? Да, ну мне кажется, что все понимают, что это такое. А что это? Сумка, полщовая сумка, которая вешается на две ручки сюда. Другой я вас расположу. А обойске это? Это другое. Сетчатая. Ну смотрите, мне кажется, что это уже поколение по другому пульта. Да. Ну неправильно. Вы тогда применяете какую-то... А воська может быть она к барберскому субботнику как-то подошла бы? Стилистика советского... Ну это уже к Кивену тогда было. Ну надо было тогда мне написать фолшовую сумку, какой-то такой за рассмотр. Хорошо. Стилистики, хорошо. Маменьку распечатаны. Ну здесь где? Записки нет. Записки нет. Макета нет. Почему она обозначена? Я просто эту запись не брала, если честно. Вот это ваша прояволь. Это нам иллюстрация. Вот это, что вы говорите. Это ваша защита. А парень, который синхронит... Хранится пять лет. И еще выложить. А вас будем шесть синхронить. Да? Спасибо. Здравствуйте. Печать на футболке какой-то. Ой. Ой, вот такой полноцвет. Ой. Если честно, я, наверное, сейчас... А по-другому на церкви нельзя было это? Какая цена в этих двоечках? Нет. Ну, знаете, на самом деле... Вот я хочу вам рассказать, почему я выбрала именно Парк Горького. Потому что я являюсь сотрудником Парка Горького. И мне эта тема близка. И я знаю, что они на самом деле на такие футболки очень могут. Хорошо потратиться. На такие? Да. А почему? Просто выбирается определенный цвет и печатается иллюстрация. Нет. 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 Это моноцветное печатание. Парка Горького. Это моноцветное печатание. Какая мученица. Не так. Ну вот конечно, пояска и его страх. А вот мне печатали, но у меня цвета, я решила не нести. Я могу написать сейчас, сколько это стоит. Это не стоит, она уже как-то нарисована. Весь объем, весь ваш объем проезд. На диске есть? Да. В результате проделанной работы был создан стилистический образ фестиваля, который сделает мероприятие узнаваемым и привлечет новых посетителей и спонсоров. Разработана авторская оригинальная графика подчеркивает самобытность и неординарность фестиваля и выделяет его офиши среди других офиш города. Работа заслуживает поломедленной оценки, присвоение дипломников станции, графический дизайнер. А кто такой шевелев? Это мой друг, но там, к сожалению, нет печати, но он занимается в мультимедии, и он не писал совсем недавно. Ну, круглых друзей моих товарищей. Ну, ведь все должны друг другу подразделить. Да, да, помог. Работа заслуживает руководителя нашей дипломницы, личности. А личности? А личности? А личности. И переходим на личности. И переходим на личности. и так глубоко в это углубляясь, что порой потом приходится ее туда искать и вытаскивать. Вот. Поэтому в процессе нашей работы приходилось периодически работа спасателя Насте. Но это дало определенный результат. Так что, мне кажется, тот проект, который сейчас представляет, на мой взгляд, достаточно актуален, современен, молодежный такой, в общем-то. И да, в нем есть определенные, скажем, какие-то определенные такие вот мелкие недочеты, но это, скажем так, свойство характера, которое нужно еще, скажем так, тренировать и воспитывать. Я думаю, что это вопрос небольшого времени. Я думаю, что с точки зрения профессиональных навыков Настя абсолютно правильно понимает ту концепцию, которую она отражает в своем проекте. И с точки зрения вот этой темы, фестиваля, мне кажется, здесь все самые главные составляющие, они присутствуют. То есть есть определенная, скажем так, визуальная концепция, есть двигация, есть фирменная продукция, есть сереброизводящие элементы. Вот, с точки зрения адаптации на формат фестиваля, мне кажется, это вполне реально и адекватно. Настя проявила свои качества как дизайнер, как творческая личность, как креативная личность. Несмотря на сложные ситуации, всегда пыталась найти какое-то решение правильное, выйти из сложной ситуации и довести работу свою до конца. Поэтому я считаю, что работа удалась, она хорошая, свежая, интересная. На мой взгляд, Настя справилась работой вполне на хорошем уровне. Спасибо.